Речь зашла об известной на весь регион войне Димитровградской мэрии с незаконными рекламными конструкциями. Кстати, данный предприниматель не является монополистом в этой сфере. И решение вопроса по сносу ее баннеров через суды показалось ей несправедливым. Выбрали только меня, и против меня были суды. Факт остается фактом. Больше ни против кого не было возбуждено. Только против меня. Причины мне неизвестны. Я никогда в администрации города ни в чем не отказывала. Нужно повесить в социалку. Сколько нужно повесить, куда, я никогда не отказывала. Последний раз у меня до первого числа висела социальная реклама по господину Куринову. Бесплатно. Меня попросили, сказали в социалку. Кто вас попросил? И почему это является социалкой, если это реклама одной из партий? Ну, это же руководство города. Кто конкретно вас попросит? По словам предпринимательницы, предложение по размещению изображений поступило от компании, занимающейся изготовлением баннеров и якобы имеющей соответствующий контракт с администрацией города. Причем, если мы правильно поняли слова бизнес-леди, команда разместить баннер с явно политическим подтекстом в преддверии дополнительных выборов в Гордома была дана и на основании соответствующего поручения от городских чиновников. Мы делаем это за свой счет, по просьбе. Но, смотрите, у администрации, мы же понимаем, мы не понимаем. Тем самым администрация нарушает ваши права как предпринимательства. Мы это так не расцениваем. А я не знаю, как вы расцениваете, я как прокурор расцениваю как раз это. Возможно. Что это нарушение ваших прав как предпринимательства. Мы расцениваем это как дружба. Стоит отметить, что представители администрации города, также присутствующие на этой встрече, в этот момент, как нам показалось, сильно занервничали. Попытка объясниться получилась, на наш взгляд, не очень убедительной. После сечения срока действия разрешения на основу рекламной конструкции, эти конструкции должны были быть демонтированы правообладателями. Оказалось, что Красная мэрия, которая была сформирована после победы КПРФ на выборах 2018 года и которая громко заявляла о грядущей борьбе с коррупцией, пошла на так называемые договорники. Была договоренность с администрацией города о том, что мы поможем администрации города провести торги по всем правилам. У города нет финансовой возможности заказать и сделать координатные точки. Это стоит там около 300 тысяч с чем-то, но в бюджете денег нет. И мы сказали, ребят, мы сделаем сами эти точки и проведем, ну и поможем вам провести конкурс по всем правилам. Город нам пообещал со своей стороны, ребят, мы вас тогда не трогаем в этот момент, вы делаете точки и осенью мы, ну примерно осенью проводим торги. Кто с кем дружит, мы обязательно выясним. Кто с кем не дружит, мы обязательно выясним. Кто отзывал, в связи с чем, в связи с чем висят билборды бесплатно. Мы это тоже все выясним. А у города почему денег нет? Потому что в течение пяти лет с этими билбордами разобраться не могут. Потому что кто-то в администрации у нас, значит, очень хорошо умеет дружить с предпринимателями. И в течение пяти лет вот эти денежки, да, они куда-то шли. Подобные встречи теперь станут ежемесячными. Личный прием прокурор будет проводить по записи.